Мотокросс Когда ты занимаешься мотокроссом, неважно, любитель ты, профессионал или чемпион мира, Расплата – это всегда часть данного дела Когда ты одеваешь шлем, садишься на мотоцикл, ты знаешь, что можешь получить травму У Тони Кайролли было много травм за все годы его спортивной карьеры Но я помню, одна из них дорого ему стоила Это было в 2008 году, Южная Африка Это будет очень сильная гонка Кайролли очень хорош Но не Кайролли ли это едет? Здесь явно что-то не так Кажется, он получил травму ноги где-то на трассе Один из фаворитов, кажется, убивает из гонки Он не упал, а просто столкнулся с кем-то из гонщиков Опустил ногу и сразу же почувствовал, что с ней что-то не так Он сразу же сошел с трассы Скайролли произошел несчастный случай Кажется, им очень больно Чертовски повезет, если ему смогут оказать неотложную помощь Он даже не мог описать боль Он просто говорил, что чувствует, как она болтается И я чувствовал, как ему было больно У меня было повреждено колено, мениск Было ощущение, что мышцы и кожа просто оторваны от ноги И выглядело это хреново Мы сразу вылетели в Бельгию Пошли на прием к доктору Клаасу И он сразу сказал, что нога сломана и Тони не сможет завершить сезон Тони, печально видеть тебя таким, но ты же обязательно скоро вернешься Да, и вообще я хочу научиться гонять костылями Я уже попросил новую резину для песка у Мишлен Но она мне не светит Не, я, конечно, шучу Это, конечно, для меня очень тяжело Но это мотокроски, если так бывает Я остаюсь, чтобы посмотреть год Операции и постельный режим Такова была цель восстановления Но, к несчастью, спустя несколько недель после операции Процесс восстановления прервался Тони позвонил мне и сказал, что плохо себя чувствовал Я спросил, что случилось Он сказал, что ему просто нехорошо А дело было в том, что ткани на колени отделились, и туда попала инфекция Как только он приехал в больницу, мы осмотрели ногу И сразу поняли, что состояние ухудшилось Из-за инфекции у Тони была высокая температура Мы срочно провели повторную операцию на колени Все прочистили Дальше восстановление пошло хорошо Для него это было серьезной травмой Колено могло остаться больным на всю оставшуюся жизнь Что означало бы для него конец карьеры И конец нормальной здоровой жизни Я помню, это был сложный момент в моей жизни Эта травма меня многому научила Сейчас я стараюсь по максимуму избегать таких вещей Из-за травмы колена сезон 2009 года для Тони был потерян 2009 год принес с собой новый вызов Тони дошел до вершин спорта Класс MX1, где гонщики соревнуются на более мощных мотоциклах Команда Диккарли вошла для Тони мотоцикл, Которая во всем соответствовала его стиле Гран-при Латвии! Посмотрите на Тони Кайруля Я точно знаю, кому сегодня перейдет табличка номер два Он едет как никто другой Только ГАЗ без ошибок уверен обгоняет Десаль Я сразу втянулся Мне понравилось гонять на 450 В начале я отставал на чемпионате Италии Но когда начался GP, я уже отлично чувствовал эмотик Когда Кайруля завоевал лидерство в чемпионате Он и Клаудио поехали к представителям Ямахи обсудить продление контракта На этот раз Ямахе предстояло принять сложное решение Момент достаточно щекотливый Клаудио Диккарли и Антонио Кайроли, которые сражаются за первенство Очевидным выбором для Ямахи была бы поддержка всей команды Но с точки зрения политики ситуация была сложной Лидеру европейской команды Ямаха Лоренцу Клянни Керкампу Предстояло сделать сложный выбор Начать новую большую авантюру с Тони Кайроли Который только начал выступать в МХ1 Или продолжить работу с Микеле Ринальди Как и раньше Ведь он так много сделал для Ямахи Все это было бы сложно разрулить К тому же оба итальянцы Клаудио поехал в Амстердам Поговорить с представителями Ямахи Он рассчитывал подписать контракт еще на несколько лет Но они остановили нас Мы остались без байков Я завоевал титул для Ямахи Они больше не хотели работать с командой Диккарли Это было как гром среди ясного неба Мы же лидировали в чемпионате, прилагали все усилия Чтобы завоевать победу для Ямахи Сама наша команда родилась в сотрудничестве с Ямахом Еще тогда, в 1994 Даже в 1993 Я всегда работал для Ямахи Мы всегда были им верны Это было глупое решение для Ямахи Зачем менять победную команду? Как только Кайроли и Ямаха пошли разными дорогами Ему позвонили представители другого бренда КТМ Он получил новый байк Но нужно было решать что-то из команды И вот появилась возможность работать с КТМ Много возможностей В том числе и продолжить работать с ними одному Но в тот момент он принял решение перейти в КТМ со всей своей командой Он позвал всех механиков, Клаудио Он сделал выбор не умом, а сердцем Он чувствовал, что это правильный выбор Сегодня он уже не раз доказал всем Это было его лучшим решением Титул чемпиона 2009 года был его прощальным подарком Ямахи Началась новая глава Работа с КТМ и новые титулы Первый год в категории МХ1 Все его титулы были под крылом Ямахи А это будет прощальным подарком Уже известно, что следующий год для Кайроли пройдет под стаком КТМ Они взяли к себе его команду И вот он, последний поворот, толпа бушует Уже понятно без слов, что Тони Кайроли новый чемпион мира по мотокрусу МХ1 2009 года Это невероятно, я до сих пор не могу поверить Я счастлив, спасибо всем Спасибо всем Не знаю, что сказать, я счастлив Вся семья здесь Вот его девушка и, конечно, его мама Кайроли очень взволнован Еще бы, здесь же в 2005 году он завоевал свой первый титул чемпионата в МХ2 И вот он снова чемпион На этот раз в МХ1 Тони Кайроли становится самым успешным итальянским гонщиком за всю историю мотокросса Абсолютный победитель и чемпион 2010 года Тони Кайроли Очередной титул чемпиона мира Четвертый 2011 год Гонка окончена Тони Кайроли получает свой пятый титул чемпиона мира И уже третий в МХ1 Вот почему он так популярен После двух сходов в Швеции казалось просто невероятным, что он победит Десять этапов он выиграл Это последний одиннадцатый финал чемпионата Ему нельзя проиграть Шестой раз чемпион мира Такой молодой и уже второй по успешности гонщик в истории мотокросса Удивительно, просто удивительно Тони Кайроли чемпион мира в шестой раз Только посмотрите какой повет Тони Кайроли становится чемпионом в седьмой раз Тони один из самых успешных гонщиков в мире Он выиграл все, что только можно Завоевал все возможные титулы Он обогнал даже американцев Доказав, что силен везде, на любых трассах Но он остался все тем же гонщиком, что был раньше Если дети подбегают к нему за автографом Он никогда не отказывает Невероятно Не знаю, как у него это получается На гран-при Италии приходят толпы народа На пути к своему восьмому титулу чемпиона У тебя все шансы, удачи Столько лет прошло, а Тони все тот же, каким был Спустя много времени, после стольких побед Он остается все тем же Тони Кайроли с Сицилии Особенность Тони в том, что он талантлив во многих вещах Он от природы обладает хорошим телосложением, силой и скоростью Но его главное преимущество это песок Он действительно особенно силен на песке А еще удивительно то, что у Тони нет ни тренера, ни личного врача, ни диетолога, ни психолога Ничего такого Он настолько силен характером, что все эти годы сам решает, что ему нужно Я всегда говорил, что у меня нет ни тренера, ни расписания Мне не нравится это Когда я тренируюсь, я тренируюсь один Когда хочу и как хочу Я думаю, никто кроме тебя самого не определит лучше, что тебе нужно для достижения цели Ты должен слушать себя Только так ты будешь развиваться и становиться лучше Но секрет успеха Тони не только в нем самого Все этого не было бы без команды Дюкарли Слаженная работа механиков, партнеров и других членов команды способствовала развитию прочных отношений Его окружали правильные люди Они поддерживали друг друга во всем Я думаю, не важно, на какой мотоцикл посадить Тони Он победил бы все равно, но только при поддержке правильных людей Тони, Клаудио и вся команда одно целое Добрый день! Привет, готов? Счастлив? Да, с Новым годом! КТМ оказались достаточно умны, чтобы сказать Мы берем всю команду Мы дадим тебе возможность руководить командой Дадим мотоциклы И будем работать вместе Мы не хотим ничего менять Продолжай в том же духе Мы знаем, насколько все это важно и сложно И я думаю, это было и остается их победным решением Высокие стандарты команды Ди Карли и сейчас являются примером для команд новичков в этом виде спорта Часто именно благодаря усилиям таких небольших команд в спорт приходят будущие звезды Кайроли полон желания улучшать свое мастерство А значит, его команда продолжает развиваться и искать сильных партнеров, чтобы оставаться лидером в этой игре У нас есть технические спонсоры для обслуживания мотоциклов Производитель тормозов, фильтров, лучший в своем деле Я езжу в шлеме Aero, они делают один из лучших шлемов в мире Он надежно сидит во время езды Я доверяю этому бренду Тут пятно Где? Да вот Окей, увидимся завтра, пока Пока Я думаю, нам повезло со спонсорами По итогам гонок и всесторонней рекламной раскрутки, Тони становится послом атакоса по всему миру Но несмотря на то, что Тони нравится путешествовать, он начинает ценить уединение И возвращается назад в Рим Конечно он повзрослел Начал инвестировать в будущее, купил дом Осознал, где хочет провести жизнь Он уехал из родного дома на Сицилию очень рано Ему было непросто Немного пожил в Веченце Потом в Риме Переехал в Бельгию Ему нужно было понять, где его место И как только он это понял, он начал вкладывать деньги Купил участок, построил дом Стал планировать будущее Этим он сейчас и занимается Он стал взрослым Пару недель назад Клаудио сказал Тони, только посмотри на этот дом Ведь это две разные вещи Когда кто-то из богатой семьи строит себе такой дом И когда это делает кто-то вроде тебя Человек, у которого ничего не было Я думаю, это заставило Тони немного задуматься Потому что он из тех людей, для которых вещи, дома ничего не значат Думаю, он не живет жаждой новых вещей, потому что у него их никогда не было Он мог полтора года гонять в одних брейсах И думать, что они еще нормальны Они и были нормальны Но он гоняет на байке каждый день И мог бы попросить новые вещи В этом нет ничего такого Их можно просить Но он не делал этого И не нравится в нем это Я не хочу, чтобы он менялся Это здорово Я просил только то, что мне было действительно нужно К этому меня приучили с детства У меня три года был один шлем Год я гонял в одной джерси и двух штанах Моя семья научила меня не разбрасываться вещами Довольствуясь малым, Тони с детства научился видеть в жизни главное Это лишь одна из особенностей его характера Благодаря которым сегодня Тони добился всего Но без любви и поддержки родителей Паула и Бенедетто У него ничего бы не получилось Несмотря ни на что, они всегда были рядом с сыном Мой отец очень гордился мной Он постоянно всем обо мне рассказывал Что я лучший и все такое Иногда я останавливал его Если слышал это Конечно, для отца вполне нормально гордиться сыном Но меня это смущало А его это огорчало Но он всегда говорил мне Если ты будешь заниматься мотокроссом, ты станешь чемпионом мира Он никогда не давил на меня, если я плохо выступил в гонке Для ребенка очень важна поддержка семьи И в успехах, и в неудачах Особенно, когда ты еще маленький От ребенка нельзя ничего ждать Он просто хочет весело проводить время Мой отец научил меня этому Так я и вырос К обычной жизни у него был такой же подход Наслаждаться ей и хорошо проводить время Моя мама сделала много для моей карьеры Когда я был маленьким, она всегда была рядом Она многому научила меня Упорно работать, как и она сама Она много работала, чтобы я мог заниматься Приносила в дом деньги и отдавала их мне Мама мотивировала меня следовать за мечтой И продолжать заниматься Она была очень сильной Я до сих пор стараюсь для нее Когда Тони был в команде Хонда Мартин Он очень скучал по дому Можете себе представить, сын звонит вам Вы живете на юге, а он в тысячи километрах от вас На другом конце провода он плачет и говорит Что хочет домой А вы отвечаете Если ты хочешь этим заниматься Ты должен быть там Ты на верном пути И не должен возвращаться домой Именно так говорила мама Тони А ведь мать больше всего хочет, чтобы сын приехал домой Это показывает, насколько сильной была его мама Она помогала мне не сдаться Идти до конца Я помню, его мама и папа все время были с ним На каждой гонке Просто смотрели, как их ребенок делает свою работу И наслаждались этим Это были очень близкие отношения В родителях он находил опору Спустя четыре года, непростая борьба с раком Подошла к концу Тони сражался за свой пятый титул чемпиона в Германии Когда состояние его матери резко ухудшилось Тони знал, что его мама плохо себя чувствует Как только закончилось празднование победы Ему сообщили плохие новости Она умирала Казалось, Павла ждала до последнего Ждала возвращения Тони Это было непростое время Мы же все одна команда Всем было тяжело в этой ситуации Как обычно, мы праздновали победу со всей командой Было неплохо Но чувствовалось, что все идет не так Что-то случилось Я хотел бы всех поблагодарить Я посвящаю эту победу своей команде И в первую очередь своей маме Потому что она больна И, к сожалению, не смогла сегодня быть здесь Я надеюсь, ей станет лучшей И в следующий раз она сможет приехать Может быть, к следующему GP Или хотя бы к концу года Привет, мама Той ночью Бенедетта сказал сыну, что состояние мамы хуже, чем когда-либо Следующим утром они вылетели на Сицилию Кто-то забрал нас в аэропорту Мы поехали на машине домой Ехали там часа полтора-два Мы зашли домой Она увидела, что он дома Что он приехал Тони вошел в комнату Она произнесла его имя И впала в кому На следующий день она умерла Она как будто ждала Что я завоюю эту победу для нее Чтобы она могла спокойно уйти Казалось, Паула ждала до последнего Ждала возвращения Тони Это было непростое время Мы же все одна команда Всем было тяжело в этой ситуации Спасибо за просмотр! Во время подготовки этого фильма в 2014 году от сердечного приступа скончался отец Тони В возрасте 28 лет Тони потерял обоих родителей Они любили смотреть как я гоняю И сделали все, чтобы посадить меня на мотоцикл Я стараюсь не забывать, что они говорили мне, когда я был ребенком Если ты любишь этот спорт, продолжай бороться Он рожден для этого, рожден для того, чтобы сделать этот вид спорта популярным Если кто-то способен добиться этого Это Тони Он обычный парень с юга Сицилии Люди чувствуют единение с ним Потому что он вышел из ниоткуда Он пример для всех нас Тони остается таким же, как был Твердо стоит на ногах В этом и заключается его послание миру Тони должен быть благодарен своим родителям У него множество талантов И он знает это Он замечательный человек Я посвящаю эту победу своему отцу На прошлой неделе он покинул нас Мы скучаем по тебе Надеюсь, ты смотришь на меня тут, сверху Эду! Ду! Аджайо! 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 Гайлони! Парага Сегодня здесь десятки тысяч фанатов А вот и он поднимается на подиум. А вот и он поднимается на подиум. А вот и он поднимается на подиум. В благодарность своей семье Тони помог им построить новый дом, куда он иногда приезжает в гости. А вот и он поднимается на подиум. А вот и он поднимается на подиум. А вот и он поднимается на подиум. А вот и он поднимается на подиум.